Отчёт о деятельности за прошлый период руководитель культурно-досугового центра «Красный Абакан» на рабочей встрече с главой Абакана начала с анализа коронавирусных лет, отмечая динамику посещения местными жителями. Как ни странно, она снизилась незначительно, а после смягчения ограничений и вовсе этот показатель вырос. Так, среди местных жителей появилась традиция планировать свой досуг в соответствии с календарём мероприятий культурно-досугового центра. На такой объём нужно и большее количество сотрудников. Кадровая составляющая – пожалуй, первая проблема из всего спектра, который есть у КДЦ. И дело здесь не в дефиците, а скорее в том, что спустя год-два работы сотрудники уходят в другие городские учреждения. Приходится подыскивать новых и обучать, воспитывать. Кроме того, для многих сотрудников важен жилищный вопрос. Глава Абакана Алексей Лёмин подчеркнул, что здесь следует поддержать такие кадры, так как это штучный товар, и в случае необходимости выделить муниципальное жильё. Кому оно потребуется? Вторая проблема упирается в квадратные метры учреждения, а именно в имеющееся количество секций. Их около 20, и всем нужно где-то заниматься. Нужен и администратор спортивного зала, который пользуется спросом не только в районе, но и у жителей города. Несмотря на то, что учреждений в нашей структуре, учреждений культуры у нас очень много, у нас, допустим, если мы говорим про КДЦ, это не первый культурно-досуговый центр в городе Абакане, у нас и таковых три. Но в каждом учреждении есть свои предметы для гордости, у каждого они свои. Ну и, конечно же, проблемы также у каждого свои. Мы здесь для того, чтобы послушать о достижениях, ну, с учётом в разрезе прошлого, позапрошлого года, узнать, куда, собственно, направляемся, куда двигаемся, к чему стремимся. Ну и, конечно же, одна из, наверное, обязательных составляющих того, что мы сейчас делаем, выяснить проблемы, с которыми сталкивается наше учреждение культуры. Где-то проблемы очень серьёзные и требует такого очень серьёзного подхода. Где-то проблемы, которые могут решаться довольно просто. Напомним, что в этом году КДЦ «Красный Абакан» начнёт хозяйственно расширяться. На его территории начнётся строительство плоскостного спортивного объекта. Здесь появится мини-стадион. Ну, наверное, это награда за дружность, потому что жители Красного Абакана дружно проголосовали на определение территории для благоустройства на комфортной городской среде. Проект очень масштабный, проект большой, ресурсный, дорогой проект. Приступаем мы в этом году к его строительству. Строительство займёт от двух до трёх лет, ну, в зависимости от параметров городского бюджета. Но в этом году уже мы приступаем. Опять же, я ещё раз отмечаю, что это награда, в первую очередь, за то, что жители «Красного Абакана» такие дружны. Требуются инженерные работы, скорее текущего характера, и второму, не менее крупному КДЦ «Южны», находящемуся в одноимённом жилом районе. А именно требуется отремонтировать крыльцо и немного фасадную часть. Как поясняет руководитель культурно-досугового центра, не так давно на работу был принят инженер, который будет организовывать и контролировать этот ремонт. И это не единственный плюс к штатной численности. Сегодня в КДЦ «Южны» 13 сотрудников. Есть своя вокальная, танцевальная студия и другие направления. Также воспитанники досугового центра являются постоянными участниками многих художественных номеров на городских мероприятиях. Поэтому для поддержания такой же результативной динамики в будущем «Южному» будет оказана существенная муниципальная поддержка. Константин Аникин, Артём Амзараков. Новости.